Приветствую вас, и вы написали достаточно подробно свою ситуацию, но не совсем понятно, вы сформулировали вопрос, то есть, мужчина не хочет нести ответственности, спросили вы, и да, действительно, мужчина не хочет нести ответственности, он боится того, что будет выглядеть незастоятельным рядом с вами, боится, что он не будет удовлетворять тем требованиям, которые нужны, по его мнению, для того, чтобы быть отцом ребенка. Сейчас, на данный момент, человек явно пребывает в достаточно раскрепанных чувствах, с одной стороны, он не разрешил себе полностью конфликта, то есть, он чего-то боится, у него, возможно, есть чувство вины перед родными, перед родителями, возможно, есть еще какие-то комплексы, о которых вы не говорите здесь, но, тем не менее. Также, он, не имея постоянного заработка и, значит, занимаясь спортом, определенно пытался как-то реализоваться, но не чувствовал, что у него получается, в результате этого имеется неуверенность в себе. Вы не написали, почему он бросает свою деятельность, но думаю, что это связано, опять-таки, с той же неуверенностью в себе. Значит, что вам можно сделать? Вообще говоря, вам можно помочь ему преодолеть свои комплексы, свои сомнения, помочь ему определиться с его деятельностью, помочь ему реализовываться без давления на него, без претензий, без скандалов и так далее. То есть, понять, что при шиме у него кроется в том, что он имеет место страх перед тем, что он не будет соответствовать требованиям, которые вы к нему предъявляете, пусть и не совсем гласно. То есть, вы это делаете, может быть, не гласно, а, собственно говоря, да, вот, как бы, непормально, невербально. Вы даете ему понять, что вы от него идете, а он боится ответственности. То есть, ответственности он именно, что он боится. Ну и ваше отношение к нему, когда, вот, значит, у него есть братик, брат и сестра, ради которых он безразумно отдает последнее. А вот ваше отношение к этому, к тому, что он отдает последнее ради своих брата и сестры, а ваше отношение к этому, как он, он не должен, по вашему мнению, отдавать? То есть, вы считаете, что это он плохо делает? Если да, то нужно с ним об этом поговорить, потому что они для него равные люди, он их любит, он хочет для них что-то сделать, и, видимо, считает, что делает недостаточно. Вот. Значит, что вам нужно сделать? Действительно, бесполезно объяснять что-то, а смириться, ну, вот, именно смириться нужно через понимание его поведения. Главное, ну, понять причину, по которой мужчина так себя ведет, понять и, наверное, выработать свое отношение именно к этому. То есть, вы сейчас видите его как безрассыдного человека, да, как человека, который способен нести ответственность за свои слова, на свои действия, это отчасти так. Но поняв в лучшей степени, поняв причину его поведения, такого поведения, поняв в лучшей степени его мотивы и смысл того, что он делает, вы сможете не реагировать так негативно, вы сможете реагировать более адекватно и, тем самым, прийти с ним к какому-то мнению. То есть, если, например, вас не устраивает то, что он делает, если, например, мужчина, вот, не осознает свои страхи, да, вы их осознаете, донесете до него, поможете ему их увидеть, он их увидит и дальше что он будет делать? То есть, у него будет выбор, либо он с этими страхами борется ради вас, ради вашей семьи, ради ребенка, либо не борется. И в этом случае это уже его выбор, это его решение, на которое вы можете реагировать так и самостоятельно. Каким образом? Ну, соответственно, разрушение с ним семьи, то есть, вы можете родить, естественно, для себя, но мужчину уже своим мужем, своим супругом не считать. А если вы достаточно соблюдательный человек, если вы обеспечены материально и у вас есть своя площадь, то непонятно, почему вы так, вы пишите, что мысли о его безответственности вас поглощают. А вы как будто находитесь в зависимости от его, в очень большой зависимости, но в действительности он зависим от вас. И ему эта зависимость какая-то таки не нравится. И, возможно, ребенок для него это еще большая зависимость. И он это осознал только что. Как видите, не все так просто, не все так легко, но до тех пор, пока вы, значит, концентрируете свое внимание на том, что он не ответственный, не отдает того внимания и той энергии вам, которых, по вашему мнению, вы достойны, до тех пор, пока вы концентрируете свое внимание на себе, а не на нем, у вас будут проблемы. Чтобы начать решать проблему, нужно перенести внимание с себя на него и попытаться его понять. С этого начинается решение вашей проблемы. Я думаю, что будет немаловажным, если вы сформируете свой вопрос. То есть, что вы именно сейчас, на данный момент, хотели бы решить с психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.